Крупнейшая в Европе атомная электростанция Запорожская ежедневно подвергается обстрелам со стороны украинских военных, только по им понятному дьявольскому графику. Буквально накануне, в результате очередного обстрела, один гражданский погиб на месте, еще один получил ранения, несовместимые с жизнью. Тем не менее, станция продолжает жить, а сами реакторы вырабатывают электроэнергию. Участились случаи попадания со стороны вооруженных сил Украины по территории нашего города с потерями в отношении мирных жителей города. Были и со смертельным исходом, и тяжелыми случаями. Это воронка от артиллерийского обстрела украинских силовиков появилась на территории очистных сооружений станции в прошлую субботу. Об опасности этих самых обстрелов вы можете судить сами. До рабочего пятого энергоблока от этого места буквально рукой подать метров 150, не больше. Битое стекло и посеченные осколками стены – это наименьшее зло, которое может произойти в результате артиллерийских обстрелов атомной станции. Даже по самым скромным расчетам, в случае детонации ядерного реактора одного из энергоблоков, радиоактивное облако может накрыть пол Европы. А на устранение всех последствий понадобится минимум 10 лет. На данный момент традиционный фон на станции, а также прилегающие территории и городе Энергодар в норме. Подразделения войск традиционной, химической и биологической защиты вооруженных сил Российской Федерации постоянно мониторят традиционную химическую и биологическую обстановку. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с обстрелами УСУ ядерно-опасных и химически опасных объектов станции, отряд ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в войске ХБЗ совместно с аварийными бригадами станции готовы полокализовать радиоактивное или химическое зарезнение. На Запорожской АЭС и шести энергоблоков, сейчас три, находятся на плановом ремонте. Два работают штатно и один примерно на 10% для обеспечения собственной безопасности системы охлаждения. Территория Запорожской АЭС действительно впечатляет. Для того, чтобы просто обойти вокруг энергоблоки, потребуется как минимум час. Тем не менее, вся площадка, территория, она находится буквально как на ладони перед спутниками или беспилотниками. Если бы здесь располагалась российская тяжелая техника или другие типы вооружений, это давно бы стало достоянием общественности. Фотографии опубликовали бы все ведущие СМИ. Но этого почему-то до сих пор не происходит. Наверное, потому что российской техники здесь нет.